Здравствуйте, это программа «Тема». Начался сезон отпусков, и многие горожане планируют его провести за пределами России. Проблема получения загранпаспорта становится в это время особенно актуальной. И сегодня гость в студии, заместитель начальника отдела ВИС и регистрации иностранных граждан УФМС России по Белгородской области Татьяна Фёдорова. Мы поговорим о порядке получения загранпаспорта. Здравствуйте, Татьяна Валерьевна. Сейчас существует два вида загранпаспорта – старого и нового образца. В чем их разница? Да, вы правы. В настоящее время мы выдаем как паспорта старого образца, так и паспорта нового поколения. Но я думаю, что не стоит говорить о том, что разница в том, что паспорта старого образца 5 лет, а паспорта нового поколения 10 лет. Есть еще другая, более значительная разница. Паспорта нового поколения содержит поликарбонатовую страницу, которая состоит из многослойной конструкции. В нем содержится бесконтактная микросхема. Значит, на данной микросхеме содержатся установочные данные заявителя, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, цветная фотография. То есть это дополнительная степень защиты. Можно ли вписать ребенка в загранпаспорт? И с какого возраста ребенок должен получать собственный заграничный паспорт? В заграничный паспорт нового поколения не предусмотрено внесение информации на детей. Дети должны иметь собственный заграничный паспорт нового поколения. Вносим мы информацию на детей только в паспорта старого образца. И данная информация действует на детей до 14 лет. А если ребенок маленький, один месяц, два месяца, как потом этот паспорт будет действовать 10 лет? Ну, это все предусмотрено. Ведь я уже говорила, что паспорт содержит цветную фотографию, содержит установочные данные. То есть это все предусмотрено законодательством. Пока у нас проблем с этим не было. Детки пользуются на протяжении тех самых предусмотренных 10 лет этим паспортом. Потом меняют его. Какие документы нужны для получения загранпаспорта? Для получения заграничного паспорта нужны заявления в двух экземплярах, паспорт, копия паспорта. Для детей до 14 лет обязательно нужно свидетельство о рождении, квитанцию об оплате госпошлины и две фотографии. Хорошо. А кто должен заверить анкету заявления? Заявители, проходящие обучение в УЗИ, заверяют по месту учебы. Граждане, работающие, заверяют у работодателя по месту работы. В случаях, когда человек не работает и не учится, анкета не заверяется нигде. Какие-то дополнительные документы нужны, например, для юношей от 18 до 27 лет? Да, лица призывного возраста, это, как вы сказали, юноши в возрасте от 18 до 27 лет, предоставляют нам либо военный билет, если они прошли уже военную службу. Если же нет, то приписное удостоверение, и мы направляем запросы самостоятельно. То есть раньше они предоставляли справки об отсутствии ограничений в праве на выезд. Сейчас эта система уже упрощена. То есть мы направляем самостоятельно эти запросы. То есть это значительно гораздо проще и легче для граждан. То есть не приходится ходить еще дополнительно в военкомат и получать эту справку. Какие способы подачи документов сейчас практикуются? Заявление о выдаче заграничного паспорта можно подать лично, либо в электронном виде. Также предусмотрена у нас система подачи документов по коллективным заявкам, так называемым от юрлиц. То есть в каждом подразделении у нас имеются определенные часы и дни приема коллективных заявок. Для подачи документов в электронном виде необходимо зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг. Госуслуги.ру. Создать свой личный кабинет. Это позволит, не выходя, образно говоря, из дома, из офиса, везде, где есть доступ к интернету, подать заявление в электронном виде. Это первое. А второе, для таких граждан у нас предусмотрен своеобразный зеленый так называемый коридор. То есть мы эту очередь регулируем виртуально. При подаче документов в электронном виде человеку назначают удобное для него время. Ориентировочно где-то через две недели он приходит с паспортом, с копией паспорта. Его фотографируют сотрудники сами на биометрическом комплексе. Учитывая, что в заявлении он уже прикрепляет фотографию, в этом случае предоставление двух фотографий не требуется. Понятно. Что касается подачи документов через интернет, если у заявителя несовершеннолетние дети или совершеннолетние дети, каков порядок тогда оформление на них заграничного паспорта? Совершеннолетние граждане подают заявление лично. Что касаемо ЛИСД 18 лет, за них отвечают законные представители. То есть это либо родители, либо опекуны, попечители. Соответственно, предоставляются документы, подтверждающие то, что заявитель является законным представителем. Что касаемо родителей, это просматривается через свидетельство о рождении. Что касаемо опекунов и попечителей, это и есть удостоверение опекуна, либо, соответственно, попечителя. Ну, то есть я точно так же через интернет, через портал госуслуги оформляю анкету, например, на себя и на своего ребенка. Правильно? Потому что вам говорите на ребенка, вы тоже будете заявителем. Какой срок изготовления загранпаспорта сегодня? Загранпаспорта по месту жительства оформляются в срок до одного месяца. Если по месту пребывания, то человек тоже может обратиться по месту пребывания, либо по месту фактического нахождения в любое подразделение, куда ему удобно. В этом случае срок оформления паспорта увеличивается до 4 месяцев. Практикуется ли сейчас срочное изготовление паспорта и на сколько тогда будут сокращены сроки? Дело в том, что срочное изготовление паспорта предусмотрено законодательством, но только в тех случаях, если человеку необходимо экстренное лечение за пределами Российской Федерации, либо такие случаи, как смерть близкого родственника, который находится за пределами Российской Федерации. Во всех остальных случаях сокращение срока оформления заграничного паспорта действующим законодательством не предусмотрено. Понятно. Что делать в случае порчи или потери загранпаспорта? В случае, если человеку терял паспорт, ему необходимо незамедлительно обратиться в подразделение миграционной службы с соответствующим заявлением, для того, чтобы данный паспорт был объявлен недействительным, но и, соответственно, позаботиться об изготовлении нового документа. Если у человека уже был загранпаспорт, можно ли продлить его действие? Нет. Оформляется новый заграничный паспорт. Продление заграничного паспорта не предусмотрено. Спасибо большое. Это была программа «Тема». Гость студии, заместитель начальника отдела ВИЗ и регистрации иностранных граждан ФМС России по Белгородской области Татьяна Федорова. Мы говорили о том, как получить загранпаспорт. До свидания. Продолжение следует...